И спиной церемония награждения Локомотива. Третий Суперкубок России. В своей истории выигрывает Локо после 14-летнего перерыва. С 2005 года этот трофей Локомотиву не покорялся. Вы видите, как счастлива команда, как счастлив главный тренер Юрий Сёмин. У Локомотива два последних Суперкубка. Ничего не получалось. Поражение в этих первых матчах сезона. Сначала от Спартака, затем от ЦСКА. И вот здесь, на новом стадионе Динамо, на центральном стадионе имени Льва Яшина, Локомотив, наконец, победил. Очень интересный матч сегодня получился. Локо забил в первом самом начале. Отличился Фёдор Смолов. Потом за Зенит дважды забил Сердар Азмун. Но решающее слово в концовке сказал Алексей Миранчук. На 77-й и 80-й минутах он забил ещё два мяча. И Локомотив победил со счётом 3-2. Вообще Суперкубок – это всегда вроде бы не только матч, не только трофей, но и шоу. Сегодня так получилось по-настоящему. Пять голов. Открытие нового стадиона. Полный стадион здесь на Динамо. Ну и, конечно же, радость Локомотива и его болельщиков. Вообще удивительно, как Юрий Сёмин в своём возрасте умудряется оставаться настолько молодым, настолько крутым. Он делает всё, что, может быть, не делают его гораздо более юные коллеги. В частности, Сергей Семак, которому Суперкубок не покорился. Да, он выиграл чемпионат России. Но Суперкубок – это пока ещё недостижимая для него величина. Кто-то скажет, что, может быть, это не настолько значимый трофей, но мне кажется, что это не совсем так. Потому что Суперкубок всегда задаёт тон к сезону. И в этом сезоне, я уверен, Локомотив снова будет претендовать на самые высокие места. Отдельно, конечно, Алексея Мерончука здесь отмечали. Не только потому, что он забил два мяча, но и потому, что очень многие атаки Локомотива шли через него. И он был признан в итоге лучшим игроком этого матча за Суперкубок. Фёдор Смолов тоже очень радовался, когда забил Артём Дзюба, который обещал, что забьёт сегодня обязательно своему товарищу по сборной России Маринато Гильерме. Слово не сдержал. Дзюба сделал голевую передачу на Азмуна, но сам отличиться не сумел. Тем не менее, пять голов – это был настоящий праздник. И сейчас можно увидеть, как футболисты Локомотива празднуют вместе со своими болельщиками. Сегодня, мне кажется, не меньше 10 тысяч фанатов Лока. Был прекрасный питерский сектор. Тоже, я думаю, тысяч пять, наверное, приехало из Санкт-Петербурга. Но локомотивские болельщики в итоге гостей перекричали. И сейчас футболисты Локомотива отправляются праздновать туда. Они специально для этого матча сделали футболки. Они, видимо, предчувствовали победу, и у каждого на спине написана не просто его фамилия, а имя с приставкой «Супер». «Супер Федя», «Супер Леша» и так далее. Сегодня был Супер Локомотив. Локомотив в прямом эфире Первого канала, как мы видели, одержал победу в Суперкубке над Зенитом со счетом 3-2.